Когда все о любви, да, действительно, мы забываем с вами о том, что Бог есть и Бог, и что вершина добродетели Христианина – это любовь. И святой апостол Иоанн Богослов, который мы празднуем сегодня, память, которую мы празднуем, он как раз находился на этой вершине любви. Вот, то, что он был любимым учеником Господа Иисуса Христа, это говорит обо многом. Для Господа все любимы, но в Евангелии отмечается, что Господь любил особенно Иоанна Богослова, будущего апостола, ученика своего, который стал богословом. И его еще называем апостолом любви, потому что он действительно нес в себе вот эту божественную любовь, которая покоряла всех. Его даже во время мученического времени, правда, его мучили, пытались умертвить, но чудом Божиим Господь спасал его, и он оставался в жизни. И в конечном итоге оставил все эти мучения и стремления к тому, чтобы его лишить жизни. И он дожил до ста с лишним лет, до ста одного года. Дряхл он уже был. Он уже не мог ничего особенного говорить, долго говорить. И, как вспоминают очевидцы, он произносил только несколько слов. Все время произносил, вердил эти слова. Чадо, любите друг друга. Вот это, если хотите, завет для нас всех. Чтобы мы любили друг друга. У нас с вами нет и не найдется никогда оправданий, если мы будем проявлять и проявляемой любовь к ближним своим. И к дальним. И к людям, ненавидящим нас и творящим нам напасться. Господь заповедовал и их любить. И на страшном суде, когда мы предстанем перед Богом, мы ничем не сможем оправдаться с вами за нелюбовь, даже к ненавидящим нас любить. Потому что это заповедь, это определение, это закон, по которому мы должны были бы жить. Кто-то старается жить за этого закона, кто-то нет. Но должны любить даже ненавидящих нас. Еще об апостоле Иоанне Богослове. Он, проповедуя Евангелие, как-то проповедовал одному юноше, который был разбойником. И тот уверовал. И дальше, идя на проповедь, он оставил этого юношу на попечение некоего епископа города, одного из городов. Но епископ не обращал особенного на него внимания, не особо на него внимания. И в конечном итоге этот юноша снова осуетился и возвратился на свое разбойническое попуще. И когда апостол узнал, он уже был в таких трехлонах, годах, он стал его разыскивать. И как-то увидел его, а тот был на коне верхов. Он побежал за ним, будучи старым. Конечно, не ста лет, а немножко меньше. Но тем не менее, уже немощи человеческие в это время особенно не позволяют человеку бегать. Он побежал за ним, побежал из-за всей той мощи и мочи, которую он имел, как престарелый человек, крича, чада. Вернись. Господь тебя просит все. И сраженный этой любовью, этот юноша возвратился в лоно-христианской церкви. Вот такая поразительная любовь, такая поразительная самоотверженность человека, апостола любви, апостола Ивангелесиана Богословства. Вот будем подражательными, надеюсь, и мы сможем хотя бы частично, частично, может быть, повторить подвиг Евангелесиана Богослова, подвиг любви. Может быть, нам не придется за кем-то бежать. Но, во всяком случае, нам надо не оставлять без внимания тех людей, которые нуждаются в нас, в нашем общении. Не в суетном общении. Не в суетном. Не в общении, которое развлекает человека. Это все то, что отвлекает нас от Бога и уводит нас от Бога. А то общение, когда человек нуждается в тебе, в твоем совете, в твоей поддержке, когда ты можешь взять хотя бы частично человеческие немощи на себя и тем самым облегчит другому человеку жизнь и путь его ко Христу. Аминь. Христос Воскресе! БОИТЕЛЬНЫЙ ВОСКРЕСТЬ! Христос Воскресе! БОИТЕЛЬНЫЙ ВОСКРЕСТЬ! Христос Воскресе! БОИТЕЛЬНЫЙ ВОСКРЕСТЬ!